Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников с описанием по книге великой музея мира. Мастер из Фалималя, Роберт Кампиен, разбойник на кресте. Около 1430 года, дерево, смешанная техника, 133 на 92. Эта картина является верхней частью правой створки большого триптиха, написанного Робертом Кампиеном и, к сожалению, не дошедшего до наших дней. Сегодня представление о нем можно сложить по уменьшенной копии, хранящейся в Ливерпуле, в галерее Уокера. Центральная створка представляет собой снятие с креста по другим источникам распятия по бокам разбойников. Согласно Евангелию от Луки, нераскающийся разбойник Гестас, изображенный на данной картине, был распят одновременно с Христом. Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобом, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты, Христос, спаси себя и нас. Справа от распятого Гестаса два человека с пристальным вниманием, наблюдавшие его предсмертные судороги. Резкий изгиб тела, естественно выкрученные руки, подчеркнутая объемность в моделировке лиц и тела, говорят об увлечении мастера скульптурой. Он часто находил не вдохновение для своих живописных работ, хотя художник и использует орнаментированный золотой фон, изображение небольшого кусочка пейзажа с дорогой, уходящей вдаль, свидетельствует о его интересе к миру природы. Ну вот такое описание к работе «Разбудник на кресте» около 1430 года, мастер из Флемаля, Роберт Кампен, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин